Величина Когда эта величина будет минимальная? Очевидно, когда самый маленький числитель и самый большой знаменатель Это очевидно Значит, самый маленький числитель будет, когда 5 будет равно k5 максимум Значит, k5 у нас максимум Ну и, естественно, дробь будет самая маленькая Когда коэффициенты k1, k2, k3 и k4 будут тоже максимальные Когда у нас знаменатель будет самым большим Это тоже очевидно Значит, здесь тоже стоят максимумы И тут максимум, и тут максимум, и тут будет максимум Ну а теперь давайте посмотрим Вот наш числитель Вот эта штучка Плюс вот эту штучку Вот эти два слагаемых Они совпадают, сейчас видим А вот эта вот Сумма Что это такое? Все k Все k Приобретают максимально возможное значение Что это такое? Это максимальное значение частоты на выходе вашего синтезатора Потому что все k у нас самые большие k5 самое большое, остальные невестки То есть это самое большое значение частоты, которую можно установить на вашем синтезаторе f выходе Максимум вам известно Вам известно Вам известно диапазон частоты Значит, коль скоро это так То задавшись величиной p В предположим пятерке Вы находите значение f5 максимум А значит n5 максимум То есть все формулы для расчета нашего синтезатора нам известно Ну и теперь два небольших замечания Значит, здесь ничего не надо, просто секундочку потом Значит, замечание следующего плана Далеко не у всех у вас шаг в сетке 1 кГц У кого-то есть 2 кГц У кого-то есть 5 кГц Значит, у кого-то есть 10 кГц Значит, как поступать? Мы с вами только что сказали Что за единицы кГц Ответственена величина p1 Это значит, что наш умножитель с переменным коэффициентом умножения Ну а точнее делитель с переменным коэффициентом умножения В кольце f5 принимает не 10 значений, а меньше Ну, предположим, у вас шаг в сетке 1 кГц Исходя из этой формулы Значит, я могу взять n1 минимум 91, предположим И он должен быть 91, 92, 93 и там до 100 10 возможных значений Если у вас шаг в сетке 2 кГц Значит, меня устроит только 91, 93, 95, 97 То есть, я через 1 кГц буду менять Если у меня шаг в сетке 5 кГц Значит, я должен взять первое значение и пятое значение Если 10 кГц Одно Одна из декад мне не нужна Кстати, вот это наиболее общая декада Если я поставлю между первой и второй декадами Еще одну вот такую А коэффициенты n1, n2 и n3 минимум Я могу брать одинаковыми Поскольку тут больше стоит значений Я все их возьму, предположим, по 100 Значит, мои вот эти вот кусочки схемы Будут полностью одинаковыми Одинаковыми не только с точки зрения их начертания Но и с точки зрения конкретных численных значений Вот, поэтому Для того, чтобы, предположим, уменьшить шаг в сетке в 10 раз Я могу между этой точкой и этой Поставить еще одну вот такую секцию И шаг в сетке станет уже не в эталонной, деленной на 100 А в эталонной, деленной на 1000 Могу точно такую же секцию поставить вот сюда, только они одинаковые И я еще, точно так же, как и здесь, в 10 раз уменьшу шаг в сетке Но, естественно, в 10 раз увеличу число частот в сетке Поэтому здесь мы одновременно с вами рассмотрели еще один метод Который у нас название метода идентичных, ну лишь одинаковых декаб То есть вот эта вот часть, дающая нам мелкую сетку, может быть измельчена сколь угодно Добавлением лишних колец А шаг в сетке можно делать сколь угодно маленьким Оставляя F эталонная, а значит и частоту Граничную фильтров нижних частот всегда одну и ту же То есть мы уменьшаем шаг в сетке, не уменьшая Граничную частоту фильтров нижних частот Это очень важно Вот все, что необходимо вам для проектирования синтезатора Добавлением Продолжение следует... Продолжение следует...